Доброе утро, дорогие слушатели! Сегодня у нас в гостях врач-педиатр-пульмонолог клиники «Семейная», а также заведующий приемным отделением Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Дмитрия Яковлевича Ваныкина, Никифорова Елена Викторовна. Елена Викторовна, Вам слово. Итак, добрый день, дорогие слушатели! Тема сегодняшней лекции, вебинара «Ложная группа детей» – тема достаточно для меня легкая, но в ежедневной своей практике вижу, что вызывает много вопросов и у родителей по тому, откуда берется группа, почему дети им заболевают, есть ли какие-то препараты или действия, которые могут предотвратить его, почему он повторяется не один раз в жизни детей и вообще в какой возраст более для него восприимчив, в каком возрасте чаще всего дети болеют этим заболеванием. Начнем с определения. Ложный круг – это острое воспаление верхних дыхательных путей. Я сейчас покажу, где у нас начинаются и заканчиваются верхние дыхательные пути, а где начинаются нижние дыхательные пути, поэтому отсюда будет легче понимание локализации этого воспалительного процесса. Верхние дыхательные пути, они у нас представлены придаточными пазухами, то есть здесь, здесь носовые ходы, гортань. Все это относится, если вот так вот показать на себе, к верхним дыхательным путям. Дальше у нас идут нижние дыхательные пути. Это трахея и бронхи. Ложный круг, он у нас поражает гортань. Да, вот это вот место, если покрупнее показать, то в области шеи. То есть вот на этой картинке лучше видно, как это со стороны кожи выглядит, шея. А вот так гортань выглядит изнутри. Такой вот вид обычно открывается анестезиологам, рейматологам, когда они интубируют дыхательные пути. В моей практике один раз за 12 лет я сталкивалась с интубацией трахеи у ребенка при ложном круге. На этом подробнее. То есть вот здесь вот мы видим просвет трахеи, по бокам голосовые связки и сверху надгортаник. Надгортаник тоже будет звучать сегодня в моей лекции, потому что это важно. Дальше вернемся с вами к определению. Теперь вы понимаете, что относится к верхним дыхательным путям. Поэтому повторяю. Круп, острый, обструктивный ларингит. Это воспаление верхних дыхательных путей. Острое воспаление, которое чаще всего вызывается вирусами. Акцентирую ваше внимание, что вызывается именно вирусами. То есть в вирусной идеологии это заболевание. Далее я вам перечислю основные, ну вот всем известные вирусы, которые могут являться причиной этого заболевания. Это вирус парагриппа первого и второго типа. Респираторный РС-вирус, респираторно-сенситиальный вирус человека. Вирус гриппа А и Б, аденовирусная инфекция, риновирусы, вирусы коксаки, коронавирус. Далее, что же происходит при ложном группе? Вот как можно кратко объяснить ситуацию? Ложный групп – это состояние, при котором ребенку становится трудно дышать из-за отека и сужения верхних дыхательных путей на уровне гортани. Возвращаясь к картинке, которая будет удобна для понимания, да, в районе голосовых связочек формируется отек. За счет отека вот эта вот голосовая щель сужается, да, она может закрыться в тяжелых ситуациях. Соответственно, что происходит? Воздух не поступает в нижние дыхательные пути, да, то есть в трахеи, в бронхи, как следствие в легкие, и происходит затрудненное дыхание. В принципе, все достаточно просто. Когда есть представление, где формируется воспаление, то отсюда легче понимать, как лечить, и как препараты, которые предназначены для купирования симптомов ложного группа, действуют, где они действуют. И отсюда у нас не будет никаких лишних лекарств и действий. Чем сопровождаются, какие симптомы у ложного группа? Лающий кашель, который усиливается в ночные часы, шумное учащенное дыхание, хрипота, осиплость голоса, инспираторный тип отдышки, чрезмерное беспокойство. Все эти симптомы, они могут быть в совокупности, могут иметь разновыраженность, интенсивность, что-то может отсутствовать, может быть только лающая кашель у ребенка, может быть только осиплость изменения дыхания. При тяжелом течении ложного группа возникает уже отдышка. Отдышка может быть и в покое, и при беспокойстве ребенка. Елена Викторовна, а что такое отдышка? Отдышка – это затруднение дыхания. Нехватка. Нехватка, да. То есть, если возвращаемся к картиночке, где я объясняла, почему у нас нехватка дыхания возникает, вот эта голосовая щель, она перекрывается, она уменьшается в своих размерах. За счет этого и происходит вот эта вот трансформация дыхания, он становится шумным, то есть препятствие возникает, поэтому мы слышим вот это шумное дыхание у ребенка, оно называется стридером. То есть, это отличительная особенность ложного группа. Изначально хочется сказать, что вообще означает слово, вот это вот группа, да. Английское слово группа означает хрипеть. Поэтому, в принципе, тут все логично и просто. Возвращаясь к тому, что диагноз можно уже поставить ребенку, вот из соседней комнаты родители слышат хрипящее дыхание, все, можно, в принципе, понять, что что-то не так с ребенком. Также будет немаловажным изначально объяснить, почему ложный круп. Ведь есть еще такое понятие, как истинный круп. Ложный круп не сопровождается дифтерийными пленками, скажем так, налетами такими в области голосовых связок, трахеи, бронхов. То есть, истинный круп, который сопровождается всем этим, называется дифтерия. Но мы уже живем в таком периоде, когда благодаря вакцинации я не встречала дифтерии в своей практике, и коллеги мои тоже никогда ничего об этом не говорили. Истинный круп, да, у нас практически не встречается благодаря вакцинации. А ложный круп, это вот как бы за счет того, что симптомы одинаковые, ну, поэтому и вот название ложный. Далее мы определились, да, с вами, почему вообще, откуда пришло к нам слово, это такое, круп. И хочется еще раз вернуться к определению, потому что вот это вот определение этого заболевания, оно является основополагающее для понимания, что делать. Итак, ложный круп, это воспаление в области гортани, это воспаление подскладочного пространства в области голосовых складок. Причина вируса. Также ранее этот термин мы могли слышать, как стенозирующий ларинготархит. Круп, ложный круп, наиболее частая причина, острая обструкция, обструкция, это значит закрытие, закупорка, сужение, много синонимов можно подобрать к этому условию, обструкция верхних дыхательных путей у детей в возрасте, ну, средний возраст этого заболевания от 6 месяцев до 6 лет. Считается, что дети возрастом менее 6 месяцев не болеют этим заболеванием в силу своей физиологии, но это в теории, на практике это все встречается. И нужно, конечно, всегда помнить, что затруднения дыхания, осиплость голоса, да, лающий кашель не всегда являются прям вот ложным крупом. У нас есть много заболеваний, с которыми нужно обязательно его дифференцировать. Сейчас я вам об этом расскажу. И вот первое заболевание, с которым нужно дифференцировать ложный круп, это эпиглотит. У них есть различия. Вот эпиглотит, видите, вот здесь вот этот надгортаник, который над входом в голосовую щель расположен, это заболевание бактериальной теологии, то есть вызывает его бактерия, ложный круп вируса. И причиной эпиглотита является гемофильная палочка, гемофилиус инфлюенции типа B, от которой мы тоже вакцинируем детей. Учитывая, что дети в большинстве случаев вакцинированные, это заболевание редкое. В своей практике я встречала его один раз, но подвержено больше этому заболеванию взрослые люди, так как уже они забывают о своей вакцинации, но эта тема уже не моего профиля. Поэтому так же, как и дифтерия, истинный круп, это заболевание у детей сократилось за счет вакцинации. Как начинается ларингит? То есть симптомы мы с вами обсудили, да, еще раз перечислят, лающий кашель, шум на учащенное дыхание, хрипота или осиплость голоса, отдышка и беспокойство как следствие всего этого. Обычно ларингит может начинать с неспецифических симптомов, которые связаны с острой вирусной инфекцией. Да, это обычно недомогание, температура, ринорея, это может быть легкое подкашливание. Елена Викторовна, что такое ринорея? Ринорея это, если по-обычному сказать, сопли. Хорошо, для пациентов ринорея это сопли. Поэтому могут быть такие предвестники этого заболевания, но порой пациенты, родители жалуются на то, что заболевание возникло резко. Ребенок абсолютно здоровый, пришел с детского сада, из школы, или в принципе он не посещает эти заведения, лег абсолютно здоровый спать, и ночью внезапно проснулся с лающим кашлем, шумным дыханием и осиплостью голоса. Вот и такие бывают у нас ситуации. То начинает, конечно, пугать родители, кто первый раз с этим сталкивается. Понятное дело, что дети сами по себе тоже пугаются заболевания, потому что они не понимают вообще, что с ними происходит, потому что, как правило, в такой момент подскакивают все мамы, папы, и начинают дергать ребенка, что нельзя делать абсолютно иначе. Избыточная такая вот суета и паника родителей, которая будет пугать ребенка, может быть, она может усиливать вот эту абструкцию, то есть может произойти рефлекторный спазм голосовых связок, и гортань у нас полностью закроется, что может привести, конечно, к таким фатальным последствиям. Я, конечно, наверное, могу сейчас напугать-запугать, но, к сожалению, говорю так, как есть. А может быть, конечно, и к счастью, лучше все осветить, все проблемы, которые могут быть. Поэтому, если вы услышали симптомы ложного клуба ларингит в ребенке в соседней комнате, или он спит рядышком с вами, пожалуйста, совладайте с собой, не поддавайтесь панике, не надо дергать, хватать ребенка и куда-то с ним бежать. Сначала успокаиваемся. И если ребенок еще спит, аккуратненько его будем. И тут можно уже обратиться к тому, что ларингиты бывают разной степени. У нас есть у врачей определенные шкалы, шкалы, шкала, по которой мы можем рассчитать тяжесть ларингита, шкала в эстле, она бальная. Но я не думаю, что обычным родителям нужно кто-то будет прям считать, сидеть. Ну, врачи на фоне практики не считают эти баллы. Ну, может быть, есть только молодые ординаторы. По крайней мере, в момент приема ребенка, осмотра, это не так сильно необходимо. А потом, когда уже заполняется история болезни, конечно, можно записать, сколько баллов там было. Итак, стеноз гортани первой степени сопровождается, ну, это легкая степень ложного крупа, сопровождается периодическим грубым лающим кашлем, осиплостью голоса. В покое ничего этого не происходит. Никакой одышки, стридера нет. То есть, если ребенок спокойный и ничего, не издает никаких звуков, то как будто он здоров. Порой на приеме, когда приходит утром на осмотр с ребенком, у которого ночью возникли признаки ложного крупа, и ребенок молчит, для того, чтобы понять, какая у него там степень, нужно его разговаривать, попытаться, чтобы он ему что-то сказал, и оценить, какой голос у ребенка. Хриплый, не хриплый, звонкий, глухой. Дальше, когда ребенка осматривает, он начинает, если кричать, беспокоиться, оцениваем одышку, есть она или нет, при этом мы начинаем слышать вот этот характерный стридер, такое шумное специфическое дыхание. То есть, даже если никогда вы не слышали его, вы поймете, как он выглядит при этом заболеванием. При второй степени ложного крупа, ну, чуть тяжелее, да, вторая степень, лающий кашель более активный, стридорозное дыхание сохраняется в покое, и отмечается выраженное втяжение уступчивых мест грудной клетки при дыхании именно в покое. Уступчивых мест, ну, смотрим на еремную ямку, это вот эта вот область, она втягивается у ребенка в покое. То есть, вот он, если я сижу, разговариваю, у меня все здесь ровненько, да, то у ребенка в покое он может ничего не делать, просто дышать, и она будет как бы впадать, вы видите, эту ямочку у ребенка. Третья степень, то есть, соответственно, это все более выражено, все предыдущие симптомы комплекса, они будут более выражены, уже ребенок будет беспокойный, это не просто он капризный, его разбудили, ему уже страшно, он не может по факту вам ничего этого сказать, да, маленький ребенок, он просто будет, конечно, и кричать, и плакать, и кашель будет сильный, осиплость будет выраженной голоса, и дыхание будет явно привлекать ваше внимание своей стриторозностью. По поводу сопровождения температурной, да, бывает так, что температура отсутствует, либо же она просто позже повышается. Причиной ложного крупа, помимо вирусных инфекций, могут быть заболевания, например, народное тело, да, маленькие дети ползают, все тянут в рот, понятно, что каждую секунду за ними не уследить, можно отвлечься, и ребенок может что-то проглотить, и тогда затруднение дыхания будет сопровождаться вот этим инородным телом. Ну, чаще всего это монетки, поэтому обращайте внимание, если вдруг это дневное время, да, то есть вирусные ларингиты, они возникают в ночное время, то есть если какие-то симптомы, похожие на ложную крупу, возникли внезапно во время игры ребенка в дневное время, то, пожалуйста, посмотрите, не было ли каких-то моментов, что ребенок мог что-то инородное скушать, не случайно, да. Также, если возникают признаки ложного группа, например, у детей месячного возраста, я сказала уже, что в средний возраст начала ларингита приходится от 6 месяцев до 6 лет. С чем вообще это, в принципе, связано? Связано с физиологическим строением гортани у детей, то есть она более воронкообразная, более узкая, поэтому пока ребенок не вырастет, у него может быть склонность к ларингитам. Это к вопросу о том, когда вы спрашиваете, ну почему постоянно, если вот чуть простыл ребенок, он вот болеет ларингитом, ну просто физиология, не нужно искать чего-то там мифического во всей этой ситуации. У любого ребенка может быть ложная группа. Это физиология. Строение, особенность гортани у всех детей. У месячных детей, то есть меньше возраста, если проявляются признаки ларингита, стридорозное дыхание, изменение голоса, здесь обязательно нужно обращать внимание, во-первых, на то, что ребенок должен быть осмотрен лор-врачом на предмет исключения гемангиомы от складочного пространства гортани. Также в моей практике был такой клинический случай. Все классически укладывалось в ларингит. Ну просто вот думать не надо. Все, все было прекрасно. Даже в какой-то момент на классическом лечении, согласно клиническим рекомендациям, ребенку стало легче, но потом произошло резкое ухудшение. Смущал только один момент. Ребенок был месячный. То есть не укладывались все вот критерии, вот этот возрастные норматива. При более углубленном исследовании ребенку был выставлен диагноз гемангиомы подкладочного пространства. Что такое гемангиомы? Гемангиомы – это патологическое разрастание сосудов. То есть есть детки, у которых гемангиомы на теле. Такие красные пятнышки скопления сосудиков. Вот такое красное пятнышко скопления сосудов было и в гортане, в области голосовых связок у этого младенца. Ну, все хорошо, ребенка вылечили, ему уже около двух лет. Все с ним прекрасно. Также к особенностям строения, физиология, строения гортани. Какие дети еще склонны к этому заболеванию? Пухленькие, толстенькие, упитанные детки, у которых вот эта вот жировая клетчаточка, щечки, ручки, перетяжечки на теле, которые очень любят бабушки. Вот этот весь, скажем так, младенческий жирок, он еще и расположен в области гортани. Поэтому такие пухленькие детки, они тоже в зоне риска. Первые будут склонны заболеть этим заболеванием. То есть у детей тоже важно следить за весом? Да, мы не зря это все говорим, что следим за весом. Но как везде принято, чем больше, тем лучше. Могут быть аллергические компоненты этого заболевания, то сопровождаются рецидивированием, повторением этого заболевания. Поэтому немаловажным наблюдением, если ларингит повторяется не один раз, и он не сопровождается признаками вирусной инфекции, будет не лишним. Консультация у аллерголога и исключение аллергического компонента. Далее хочется отметить, что у более старших детей может быть гастроэзофагальный рефлюкс. И сейчас меня, наверное, спросят, что это такое по-русски объяснить. Это когда идет заброс кислого содержимого из желудка в пищевод и попадает на голосовые связки, провоцирует их постоянный контакт с кислым содержимым. Соответственно, они воспаляются. Также происходит, похоже, запускается каскад, вот этот симптом, комплекс сложного группа. Поэтому вот видите, сколько причин, которые могут привести к этому заболевания. Но хочется все-таки немножечко акцентировать внимание на таком заболевании, как эпиглотид. Я вам уже показывала, что в области гортания, над голосовыми связками, над входом в область трахеи, находится над гортаник, и он может воспаляться. Но это бактериальный процесс. Является бактериальной инфекцией. Называется эпиглотид. И вот это заболевание, оно сопровождается высокой температурой, состояние общее, оно нарушено, то есть интоксикация выражена. Характерна боль в горле, слюнотечение, приоткрытый рот. Быстрый, вот момент, быстрое развитие стридера, то есть вот это шумное дыхание будет. Но отличительной особенностью эпиглотида является то, что не будет кашля, будет вынужденное положение запрокинута головы у ребенка, и голос будет практически отсутствовать. То есть он будет шептать ребенку, ему будет очень больно говорить. Почему я так акцентирую сейчас в этой лекции внимание на эпиглотид? И если такой симптомокомплекс наблюдается, касаемо эпиглотида, то есть есть стридер, шумное дыхание, но нету кашля, и ребенок молчит, здесь нужно очень аккуратно его осматривать. То есть не надо резко ему лезть в горло, открой, покажи, дергать его, потому что, напоминаю, может произойти усиление спазма, и тогда просвет гортани буквально рефлекторно закроется, воздух не будет проходить никак. И уже в данной ситуации, если не окажется рядом реаниматолога, который не интубирует ребенка, дышать самостоятельно он не сможет. И даже в больнице, когда привозите, то есть ребенка нужно обязательно, если врач не спрашивает вас, самостоятельно скажите, что у ребенка нету лающего кашля, он молчит, но вот такое вот шумное дыхание и температура. То есть врач в данной ситуации поймет, что он не будет, как обычно, осматривать его. То есть тут такая прям спокойная, дружественная обстановочка начинается. Все буквально просто ходят на шепотом, тихонечку, чтобы не как-то напугать ребенка и не усугубить ситуацию, не спровоцировать вот такой вот спазм. Ну, наверное, достаточно ужастикового по поводу эпиглотита. Напомню, это редкое заболевание, оно редко встречается. Я лично видела его один раз, да, я практически не дышала, когда поняла, что это эпиглотит. В принципе, можем перейти к интересному разделу, как лечение ларингита, ложного группа. На чем должны основываться врачи при лечении, выборе лечения этого заболевания? Есть клинические рекомендации, которые сформированы Союзом педиатров России. Они пересматриваются с кратностью, поэтому пока идет 2023 год, клинические рекомендации, они в открытом доступе находятся, они работают и активные сейчас. Вот на основании этих рекомендаций я сейчас и расскажу вам про лечение. Итак, возвращаемся к этиологии заболевания, вирусная, да, поэтому антибактериальная терапия не рекомендуется для терапии крупа. Она просто будет неэффективна. Будет эффективна антибактериальная терапия, если есть доказанные признаки бактериального осложнения этого заболевания. Если мы подтвердили, что причиной этого заболевания этиологии является грипп, то здесь будет правильным назначить препарат ингибитора нейроминидаза. Торговое название, конечно, не выговорить. Вернее, действующее вещество. Но если говорить торговое название, то всем будет на слуху, и все слышали это, например, намидез, это томифлю. Конечно, это будет решать врач. Обращу внимание, что вообще неосложные на течение ложного крупа оккупируются в течение 48 часов. Поэтому порой это саморазрешающаяся ситуация, если все идет без осложнений. У нас сейчас есть хороший такой доступ к ингаляторам. Если ранее, лет 15 назад, еще когда я училась в институте, я видела на практике, что терапия ложного крупа осуществляется с помощью паровых ингаляций, но это был как такая степень, ну, что было в доступе, тем и лечили, скажем так. Сейчас в каждом доме есть ингаляторы, мыш-ингаляторы, компрессионные ингаляторы, и все знают такое лекарство, как буддисонит. Так вот, этот препарат и является стартовым, основополагающим, который показал свою высокую эффективность для применения в лечении ложного крупа. Дальше идут, как бы, второй линии терапии, это также гормоны, дексаметазон и преднизолон. Если ребенок негативно относится к ингаляциям, то уже приходится, конечно, делать либо уколы преднизолона или дексаметазона, либо же, уже, конечно, как вариант, скажем так, отчаяния, давать в атабликированной форме эти препараты. Но самое эффективное, это ингаляционное лечение. То есть для купирования группа эффективно ингаляционное введение суспензии будисонита через компрессорный небулайзер или меш небулайзер в дозе 2 мг в сутки. Дозу препарата можно ингалировать за один раз, то есть мы можем не добавлять физраствор, сейчас объясню почему, или разделить на 2 ингаляции по одному миллиграмму с интервалом 30 минут. И вот 85% случая, обычно это происходит при стенозе гортани первой степени, бывает достаточно одной такой ингаляции, которая может состоять, скажем так, из двух частей, два подхода. Значит, 2 мг будисонита. Будисонит есть, ну, разное название, да, по действующему веществу буду говорить. Есть дозировочка 0,25 в 1 мл, то есть, чтобы было 2 мг, нужно взять 4 мл будисонита. Соответственно, если у вас дозировка 0,5, берем 2 мл. бодисонита, в данной истории, если у вас мышц небулайзер, физраствор не нужен. Если это компрессионный небулайзер, то добавляем физраствор, для того, чтобы он, сам небулайзер, работал, а не для того, чтобы снизить концентрацию пульмикорта, будисонита, да, либо как-то ее изменить. Нет, это все направлено на работу небулайзера, поэтому порой меня спрашивают, а сколько все акцентируют внимание на этом физрастворе, потому что почему-то думают, что вот эта концентрация, она является решающей в этой ситуации. Нет, физраствор, он в лечении здесь, в этой тактике, вообще не основополагающий. То есть, важно здесь ввести адекватную дозу налития в ингалятор именно бодисонита, потому что самая частая ошибка, почему-то это крайне малое введение дозировки, то есть, это один миллилитр, ну, хорошо, если два введут, еще какая-то есть надежда. Не забывайте, дети маленькие, дети кричат и ингалируются порой с трудом. Также идет потеря препарата около 30%, ну, как бы в воздух уходит, но это уже такое само по себе. Что делать, если ребенок кричит и не хочет ингалироваться? Я думаю, что это такое прямо самое распространенное, с чем можно столкнуться. Здесь, конечно, вводим уже гормоны. Ну, родители редко кто может сам сделать внутримущественный инъект. Вызываем скорую, объясняем ситуацию, что либо нету ингалятора, либо ребенок отказывается ингалировать. приезжает скорая, конечно, оценивает самостоятельную ситуацию и уже решает, что делает. То есть, либо вводит дексаметазон, ну, либо преднизолон. Поэтому дозировочки, в принципе, я думаю, что можно вот сохранить на этом слайде. Они есть. Дозировки не придуманы мною. это все из официальных клинических рекомендаций по оказанию медицинской помощи приложенному группе. Ну, и уж если совсем, опять же, повторюсь, ничего нету и есть таблетки, да, придется дать перерассчитывать это все в эквивалентной дозе, ну, таблетированной форме преднизолона. Ну, конечно, эффект придется ждать долго, потому что пока он, скажем так, всосется, да, в кровь, то это будет это время. Эффект от ингаляции наступает приблизительно через уже 30 минут, если техника ингаляции была соблюдена, да, то есть маска плотно прилегала к лицу ребенка, вы все-таки не поскупились на адекватные дозы буддисонита, все было спокойно, ну, вот такая вот идеальная ситуация. Также отмечу, что есть такой препарат для лечения синдрома крупа, эпинефрин, адреналин, да, на просторах интернета многие блогеры, скажем так, обыватели, да, родители описывали, давали советы, что вот можно ингалироваться адреналином, эпинефрином при ложном крупе, но у детей в Российской Федерации этот препарат относится к терапии офф-лейбл, то есть он неодобрен, вот, он, не то, что неодобрен, он не зарегистрирован, нету показаний в инструкции к этому препарату, что он разрешен к лечению ложного крупа, то есть это может быть только с разрешения локального этического комитета в медицинской организации при наличии информированного согласия родителей или законных представителей детей, да, то есть это такая ситуация, когда все решается индивидуально, конкретно в отношении пациента, я не встречала в моей конкретной практике, чтобы этот препарат офф-лейбл использовался для лечения ларингита у детей, поэтому учитывая то, что у нас есть хороший доступ всегда к бунтисониду и на скорую помощь оснащены они этим препаратом, то по большому счету за счет этого сократилась госпитализация с этим заболеванием. По поводу антибиотиков, да, то есть если есть доказанное бактериальное осложнение, ну, как можно это понять? Изменения в анализе крови, это повышение лейкоцитов, это отклонения, лейкоцитарные формулы, это повышение циреактивного белка, то есть все, что может указывать на бактериальное течение заболевания. Ну, здесь как бы можно начать лечение с цифтосима, цифтосима, дезировки средней 100 мг на килограмм в сутки цифтосима от 20 до 80 мг на килограмм в сутки. Все, что касается сопутствующих препаратов, это все симптоматическое лечение, да, то есть соответственно, если беспокоит ребенка температура, мы обязательно оккупируем эту температуру, применяем жаропонижающие препараты, если беспокоит ринарея, то назначается также симптоматическое лечение, если у ребенка затронуты нижние дыхательные пути в виде бронхоабструкции, например, врач услышит свистящее дыхание в легких, здесь добавляются препараты, которые расширяют бронхи, в рутинной практике этого не происходит, эти препараты не нужны, антигистаминные препараты также не являются первой линейкой выбора при лечении, то есть это все отложенные препараты, это все можно уже делать потом в план порядке, да, первое, опять же, запоминайте, это ингаляция с будисонидом, если его нету, это уколы, внутримышечное ведение гормональных препаратов, если их нету, таблетированная форма препаратов, да, если их нету, то, ну, ищите тогда доступ к медицине, я не знаю, где вы находитесь, что вообще ничего нету под рукой, вот, по большому счету, я заканчиваю, да, мы сейчас перейдем к вопросам, что хочется сказать, самое, самый-самый, наверное, топовый вопрос, с чем приходилось сталкиваться и действия родителей при ларингите, то, что берут и включают теплую воду в ванной, дышат паром теплым, это все имеет место быть, можно, пожалуйста, дышать теплым паром, но никакого прямого отношения это не имеет к лечению ложного крупа. Тогда, когда вы отмечаете, что вы подышали в ванной, ничего не делали, и вроде все прошло, вернемся к моим словам, что бывает, если это легкое течение ларингита, он проходит самостоятельно, можно вообще ничего не делать, можно проспать это заболевание, если вы крепко спите, ребенок покашлял, голос чуть-чуть осипал, ну, как бы и все, вот, поэтому можно ничего не делать. Вспоминаю случай, когда были такие родители, которые ничего не делали, думали, что все пройдет, состояние ребенка ухудшалось каждым днем, и дошло дело до того, что пришлось интубировать ребенка, то есть, опять же, это не произошло там за минуту-две, это происходило в течение нескольких дней, это вопрос о том, что может быть разное течение этого заболевания. В любом случае, обратитесь к педиатру, пусть он вам посоветует хорошее лечение, адекватное, но при этом будет не лишним, если вы будете изначально знать, что есть документы, которые регламентируют дозировки применения ингаляционных кортикостероидов, бодисониды для купирования первых признаков ларингита. Если вы это все будете знать, будет просто всем счастье, дети будут выздоровевать быстрее, вы будете спокойнее и осведомленнее. Поэтому по большому счету я считаю, что я молодец, я все сказала. Да, вот интересный был случай, который мне писали, что каким-то спреем в горло пшикнули и усугубилась ситуация. Не надо ничего пшикать в горло ребенку и вообще лишнее телодвижение совершать, потому что это может вызвать рефлекторное сужение гортани. То есть в принципе все могло бы пройти само по себе, но вы вмешались и усугубили эту ситуацию. пульмикор детский дом всегда на всякий случай. Сын астматик, 14 лет, дочке 1 год и 7 месяцев. Как правильно считать дозировку в момент приступа? Нужен ли физраствор? На этот вопрос мы в принципе достаточно емко ответили, поэтому кого интересуют дозировки и вопрос с физраствором все уже осветило. Вот вопрос, а воздух именно теплый, влажный должен быть или можно открыть окно, зима, укутать ребенка и дышать и облегчить состояние. Нет доказанной эффективности вообще вот этих действий. Абсолютно нету, потому что это все какие-то бабушки на советы, которые вообще очень плотно вошли в умы врачей и пока врачи даже постараются искренеть это из своих умов, тоже пройдет время. Ну давайте хорошо, я тоже признаюсь, что действительно могла советовать вот этот теплый влажный воздух, ну зайти включить душ в ванной, но это даже большая рекомендация для того, чтобы родители в этот момент успокаивались, да, и ребенок, то есть по большому счету увлажнение происходит и несколько отечность уменьшается, ребенок успокаивается, у родителей есть время на то, чтобы подумать вообще, что делать дальше, да, или же в этот момент другой родитель помогает и набирает лекарства в ингалятор, чтобы уже оказать целенаправленную правильную терапию. То делать, если нет никаких лекарств с собой, но тоже осветил этот момент, нужно искать доступ в больницу. Если симптомы есть, лекарств нет, вы ничего не можете сделать, нужно оказаться поближе к больнице, потому что симптомы крупа, они могут усугубиться, усилиться в принципе за несколько часов, да, особенно если ребенок будет громко кричать, будет вокруг него суета, то есть можно усугубить эту ситуацию и конечно нужно быть уже возле медицинской помощи. В любом случае, если вы не знаете, что делать или первый раз сталкиваетесь с этим, позвоните в скорую, объясните какие симптомы ребенка, что беспокоит, вам помогут. Врач на том конце телефона, он у вас спросит вопросы, оценит ситуацию, и в принципе даст либо отправит уже бригаду на вызов, либо даст какой-то другой совет. Бои всего как огня, чем он вызван, генетика под вопросом, если у первого ребенка не было, будет ли у второго, будет не будет, делать ингаляции с бирдуалом, что держать в запасе, или можно как-то обойтись, но этот вопрос мы тоже осветили. По поводу генетики, ну не генетика, физиология строения гортани, у детей уже говорила об этом. Генетика, если дети склонны к полноте, да, будет риск развития и повторения, если есть риски аллергических реакций, одно бирдуал опять же не является бронхидилататор, не является первой линейкой помощи при ложном группе, поэтому с бирдуалом поможет определиться не блогеры, а уже врачи. Поэтому я надеюсь, что на все вопросы я дала ответы. Спасибо огромное, Елена Викторовна. Мы в описании к видео оставим ссылку на ваш телеграм-канал и ссылку на инстаграм. Поэтому если у кого-то останутся какие-то вопросы, они же могут к вам обратиться. Обязательно. Не могут, нужно обращаться. Для этого работаю. Спасибо огромное и до новых встреч. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»